мир вам мир всем с миром мир всем господь посреди нас мир вам сарю небесный утишителю души истинным и живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю принеслися в ней и очистены от всяких скверны господи благослови наше занятие по слову твоему не даю клониться ни направо ни налево от истины пребудь с нами сохрани нас в любви согласии и без мыслей хвала тебе честь и поклонение отец сын и святой дух аминь аминь евангелие от иоанна первая глава 14 стиха и слово стало плотью и обитала с нами полная благодать и истины и мы видели славу его славу как единородного от отца толкование сказав что мы верующие во христа если желаем поделываемся чадами божьими евангелист присовокупляет и причину столь великого блага слово стало плотью называет также писание целого человека плотью когда например говорит и узрит всякая плоть спасения божия писая 45 стих ибо если воплотившееся слово не приняло души человеческой то души наши еще не исцелены ибо чего оно не приняло того и не осветило и как смешно тогда как первая замолела душа ибо она в раю сделалась сдалась на слова змеи и обманулась а потом уже вслед за душою как госпожою и владычицею коснулась и рука воспринята освящена и уврачевана плоть служанка а госпожа оставлена без воспринятия и без уврачевания словами же обитало с нами научаемся веровать что в одном христе два естества ибо хотя он и един по ипостаси или по лицу но по естествам двояк бог и человек а божеское естество и человеческое не могут быть одним хотя и созерцаются в одном христе слово полное благодати потому что и учение его было так сказать о благодатствово нам как и давид говорит благодать излилась из уст своих салон 44 3 стих и евангелист замечает что все дивились словам благодати исходящим из уст его лука 44 22 и потому что он подавал исцеление всем нуждающимся вон но аполинарий лаодикиянин составил отсюда ересь он учил что господь и бог наш воспринял не целое естество человеческое то есть тело с душою словесную но одну только плоть без словесной и разумной души какая же была нужда в душе богу когда у него телом управляло божество подобно как у нас телом нашим управляет душа и основание сему думал видеть в настоящем изречении и слово было плотью не сказал говорит евангелист что слово стало человеком но плотью значит оно восприняло не душу разумную и словесную но плоть неразумную и бессловесную верно не знал он несчастное что писание часто называет частью целое вангелие то она первая глава 15 стих страница 523 и иоанн свидетельствует о нем и восклицая говорит сей был тот о котором я сказал что идущий за мною стал впереди меня потому что был прежде меня толкование иоанн свидетельствовал о христе прежде чем увидал его так благоволил бог конечно для того чтобы он свидетельствуя о христе с очень хорошей стороны не показался лицеприятным в отношении к нему стал впереди меня а мы по православному понимаем так идущий за мною по рождению девы во плоти стал впереди меня стал славнее меня и почтение по чудесам которые совершались над ним по рождеству по воспитанию по мудрости а ариане безумно объясняли сие извлечения желая показать что сын божий не рожден от отца но произошел как одно из творений говорят вот иоанн свидетельствует о нем стал впереди меня то есть произошел прежде меня и сотворен богом как одно из творений но из ниже следующего они обличаются но понимание его извлечения вопрос евангелие то на 1 глава 16 их и от полноты его все мы приняли благодать на благодать и от полноты его и мы приняли благодать разумеется нового завета вместо благодать и законоположения так как тот завет устарел и одрихлел место его мы приняли новый почему же скажу скажут назвал ветхий завет благодать потому что и иудеи усыновлены и приняты по благодать ибо сказано я избрал вас не за множество ваше а за отцов ваших и ветхозаветные приняты по благодать и мы очевидно спасены по благодать и вопросы евангелие от она 1 глава 17 и его закон дан через моисея благодать и истина произошли через иисуса христа толкование объясняет нам каким образом мы приняли величайшую благодать вместо благодати малой говорит что закон дан через моисея моисея то есть бог употребил посредником человека именно моисея а новый завет дан через иисуса христа он называется и благодатью потому что бог даровал нам не только прощение грехов но и сыновство называется истинною потому что он ясно проповедал то что ветхозаветные видели или говорили образно сей новый завет называемые благодатью и истинно имел посредником непростого человека но сына божия примите то что в ветхом законе сказал дан через моисея ибо он был подчиненный и слуга а он вам не сказал дан но произошел чтобы показать что он произошел от господа нашего иисуса христа как от владыки а не от раба и в конец достиг благодать и истины произошли знак самостоятельности дам рабство вопросы евангелие от аана 1 глава 18 стих бога не видел никто никогда единородный сын сущий внедре отчим он явил полкование моисей как и никто другой ни бога не видел ни нам не мог сообщить о нем ясного и наглядного понятия но будучи рабом послужил только к написанию закон а христос будучи сыном единородным и наследящимся внедре отца не только видит его но и всем людям ясно говорит о нем как же пророк говорит видел я господа исайя глава 1 стих пророк видел но не самую сущность а некоторое подобие некоторое умственное представление насколько мог видеть при том же иной видел в том образе другой в другом отсюда явно что они видели не самую истину ибо ее по существу простую и безобразную не созерцали бы в разных видах и ангелы не видят сущности бога хотя и говорится о них что они видят лицо бога матфея 18 10 сим указывается на то только что они всегда представляют в уме своем бога и так один только сын видит отца и являет его всем людям слыша о недре отца не представляя ничего телесного в боге евангелист употребил такое название с целью показать средства нераздельность и совечность сына с отцом вопросов евангелие от иоанна 1 глава 19 20 стихи и вот свидетельство иоанна когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его спросить его кто ты он объявил и не отрекся и объявил что я не Христос толкование высший евангелист сказал что иоанн свидетельствует о нем потом ставил что засвидетельствовал иоанна Христе именно что он стал впереди меня и что все мы пророки приняли от полноты его иудеи послали к иоанну людей по их мнению лучших именно священников и левитов и притом иерусалимлян с тем чтобы они как умнейшие других ласкою убедили иоанна объявить самого себя за Христа смотри на уклончивость не спрашивают прямо Христос ли ты но кто ты а он видя их лукавство не говорит что кто он а объявляет что я не Христос имея в виду цель и их всячески привлекая в вере что Христос есть иной тот ибо находят что тот кого они считали достоверным свидетельствует в пользу Христа и чести его не присвояет себе вопрос в англии это она 1 глава 21 23 и спросили его что же ты или я он сказал нет пророк он отвечал нет сказали ему кто же ты чтобы нам дать ответ пославшим нам что ты скажешь о себе самом он сказал я глаз лопиющего в пустыне исправьте путь к Господу как сказал пророк Исаия 40 глава 30 на основании толкования на основании древнего предания ожидали пришествия Ильи посему спрашивают Иоанна не Илья ли он так как и жизнь его была подобна жизни Ильины но он отрекся от всего ты тот пророк он отрекается и от всего хотя был пророк как же отрекается почему потому что не спрашивали его ты пророк но сделали вопрос ты тот пророк тот пророк которого ожидают о котором Моисей сказал что Господь Бог восставит вам пророка Розактония 18 глава 15 и так Иоанн отрекся не от того что он пророк а от того что он тот пророк которого ожидают а как они знали слова Моисея о том что восставит пророк то и надеялись что когда-нибудь явится пророк он опять настойчиво спрашивает скажи же нам кто ты да отвечает им я глаз вопиющего в пустыне я говорит тот о котором написано глаз вопиющего в пустыне Моисея 40 глава 3 стих ибо если не прибавить слов о котором написано то сочетание слов представится странно что же вопиющего исправьте исправьте путь господу я говорит раб и предуготовляю сердца ваши для господа и так вы лукавые хитрые исправьте их и уравняйте так чтоб через вас был путь для господа Христа потом приводит свидетелям Исаию сказав великое о Христе что он господь а о себе что он исполняет дело раба и глашатая побегает пророку хоть может слова я глаз вопиющего кто-нибудь объяснит так я голос Христа вопиющего то есть ясно возвещающего и во все вестники закона не громогласны так как не пришло еще время истинной Евангелии слабый голос Моисея подлинно указывал на невнятность и неясные закона а Христос как самосущая истина и всем нам возвестившие об отце есть вопиющий так Иоанн говорит я голос слова вопиющего живущий в пустыне потом другое начало исправьте путь Господу Иоанн как предтеча Христа справедливо называется голосом потому что и голос предшествует слову вопрос мир вам братья это роман роликов а не подумайте что я там придираюсь а вот феофилакт толкует это же феофилакта мы сейчас читаем да что ангелы представляют но это было еще вот до 19 стиха 18 вот представляют себе бога хвала ему вот а как же они они представляют то есть может каким-то другим можно словом русским это назвать слово место представляет лучше каким-то другим словом или так лучше всего так сказать представляют что они себе бога которого никто никогда не видел написано что он показал себя ангелом они его впервые увидели может быть миллиарды лет прошло уже увидели лежащего в яслях а те представляют то есть чувствуют что он здесь больше ничего нету мы представляем дети разбалывались дома но все-таки грань какая-то мы представляем что сейчас отец откроет дверь и войдет забывая что он в командировке вот примерно так он представляет воображением что он слышит и видит никакого образа они не представляют они его не видели слава вышлих богу на земле мир пропели они впервые его увидели лежащих в яслях тайну сокрытую от неба вот куда мы проникли и поэтому вопросы касающиеся божества не должны никогда подниматься ничего не доказуемо ведь того чтобы доказать как святая троица единосущная нераздельная потребовалось семь столетий не семь дней семь столетий вселенских семь и девять поместных соборов все направлены были только на эту тему ну не считая иконоборчество семьсот восемьдесят седьмом году вот и все отошел так еще вот у меня такой вопрос глаз в отбивающего в пустыне это слова к господу относятся или к иоанну кто говорит тому и относится вот к слову сказать чем немощнее человек тем больше проявляется благодать божия чтобы в немощи проявилась вот я говорю когда сейчас только звонят ну прямо сейчас я вот с вами должен встретиться таких проповедей я никогда не слыхал остальные говорят мертвые там я говорю нет не так здесь в покровском соборе хорошие батюшки удивительно нам митрополита бог дал идите туда идите это уже второй раз добивается но когда ставили на во время перестройки уже заканчивалось нужно было показать что все-таки люди трубят и ко мне приезжает нет даже не раз а три раза три и три фильма ставит государственная и один так и называется глаз вопиющего в пустыне назвали глаз вопиющего в пустыне полностью в моей биографии им так показалось в общем ну говорил не молчал вот и все голос предваряет слово то есть мы даже говоря одно слово в предложение еще ничего не понятно мой голос слышит а не знает что я хотел сказать я говорю ко а что ко никто не знает кокошка какое или корова или что когда то есть предваряет само слово голос вот тут просто все понимается то есть человек превращается в голос глаз вопиющего в пустыне в пустыне люди не принимают тут очень просто речь конечно идет об яне крестителя он вопиял кричал и глаз вопиющего в пустыне вот мне такое прозвище господь удостоил у нас на сайте да и здесь даже есть глаз вопиющего в пустыне или второе крещение руси второе крещение руси вы найдите фильм это государственный фильм это не просто так документальных фильмов было три только киностудии в Санкт-Петербурге кажется Красноярск это Свердловск и в Москве говори и превратись в этот голос куда бы ни пошел благая весть вот сейчас только материал выставили в интернете я нашел священник всех кандидатов собрал всех ну кандидатов президенты это и Путин там и все по порядку Жириновский которые себя выставили и Ксения Савчак и вот он их разбирает холодные и горящие холодные это атеисты там есть атеисты а другие так я хоть и коммунист но я верю там Грудинин Павел и вот он разбирает холодные горячее и горячее на седьмом месте Владимир Владимирович Путин как много православия и притом каждый кого он называет дальше он включает отрывок из их выступлений именно обо о вере это здорово сделано ну просто зарядить надо я себе скопировал оттуда и вот говорят все да главное что священник это все выбрал то но нигде не сказано для чего же человек живет то и во что верить это а просто это нам помогает это вот хорошо скрепа в государстве то есть рассуждает совершенно как неверующий священник неверующий и эти восемь кандидатов неверующие ни по Евангелию даже ни одного слова нету что человек искуплен кровью Иисуса Христа жертву нет а вот то что храмы есть это хорошо на нравственность влияет хорошо то есть рассуждает еще один неверующий и священник такой же точно для того для того то явился Сын Божий 3.8 читаем ибо первое послание Иоаннам чтобы разрушить дела дьявола они слова даже это не говорят они не знают ни один Христос для этого и пришел сковать сатану причастны плоти и крови это к евреям 2.14 ну хотя бы ну одним словом коснулись Евангелия нет кому как кажется правда мы в храм не ходим и Ксения Собчак точно так же говорит какое то что то где то как то ну это как Лев Толстой это не личность которого молиться то кому молиться его нету агностики называют от ума и вот выставили человек потрудился нашел и сказал в стране веры нету ни одного кандидата верующего нету и выбирать некого вот ну выберите какого нибудь там найдите такого который знает Бога ну ну есть же такие митрополиты священники нет никого нету из восьми и девятых священник который собрал ни одного верующего нету это интересно так высветилось все вопросы на верующей не пойдет туда вопрос то какой нужно ли верующим на выборы ходить или это утверждение что верующий а верующий не пойдет в президенты ну цари может пойдет плохо вас слышу царь 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 может пойдет верующий царь царь президенты не пойдет да ладно идем дальше евангелие то она первая глава 24 25 а посланные а посланные были из парисеев и они спросили его что же ты крестишь если ты не Христос или я не пророк толкование после того как не могли увлечь Иоанна ласкательством чтобы он сказал чего им желалось и самого себя объявил Христом застрачивают его очень строгими и грозными речами говорят что же ты крестишь кто дал тебе такую власть и сей же речи видно что они иным считали Христа а иным ожидаемого пророка ибо говорят если ты не Христос не тот пророк очевидно разумея что иной Христос а иной тот пророк куда они знают ибо пророк тот есть самый Христос и Бог наш итак прокляты те которые принимают крестителя а после крещения не признают его подлинно иудеи порождение и синины вопросы евангелия 1 глава 26 27 стихи Иван сказал им в ответ я крещу в воде но стоит среди вас некто которого вы не знаете он то идущий за мною но который стал впереди меня я не достоин развязать ремень обуви его толкование я крещу крещением и несовершенным ибо крещу в одной только воде не имеющей прощения грехов но приготовительным к принятию крещения духовного дарующего прощения грехов стоит среди вас некто которого вы не знаете господь соединился с народом и потому не знали кто он и откуда стал впереди меня то есть почтение славнее меня и настолько что я не считаю себя и между последними его рабами ибо развязывать обувь дело последнего служения обуви означает свое явление к нам господа ремнем ее способ воплощения и того как слово божие соединилось телом способ сей невозможно разрешить ибо кто может объяснить как бог соединился телом вопросы евангелие от иоанна первая глава двадцать восьмой стих это происходило жвифавари при ордане где крестил иоанн толкование для чего евангелист сказал что сие происходило жвифании для того чтобы показать смелость великого проповедника что он проповедовал так о Христе не в дому не в углу но при ордане среди множество народа нужно впрочем знать о знать что в исправнейших списках стоит в вифаваре ибо вифания находится не по ту сторону иордана а близ Иерусалима вопрос двадцать девятый стих на другой день видит иоанн идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира толкование тот кто настолько чист что берет на себя истребляет грехи прочих очевидно не мог принять крещение исповедание покаяния наравне с прочим исследую прошу тебя и сие выражение вот агнец божий слово это относится к тем кои желают видеть агнца о котором возвещает Исайя 53 глава 7 он не сказал просто агнец но тот агнец так как агнцев много как и христов много но он есть тот агнец которого прообраз указан у моисея сход 12 глава и о котором возвещает Исайя 53 глава христос называется агнцем божиим или потому что бог отдал его за нас на смерть или потому что бог принял смерть христа за наше спасение не сказал Иоанн взял грех но берет потому что он каждый день берет на себя грехи наши одни через крещение другие через покаяние агнцы которых заклали в ветхом завете не уничтожали совершенно ни одного греха но сей агнец берет на себя грех всего мира то есть истребляет и сглаживает почему не сказал Иоанн грехи но грех может быть и потому что сказал грех он сказал вообще от всех грехов как мы обыскновенно говорим человек отпал от бога вместо все человечество так и он здесь сказал грех обозначил все грехи а может быть и потому что грех мира состоял в непослушании так как человек незринулся страсти через непоновение богу а господь загладил это непослушание быв послушлив даже до смерти и уврачевав противное противное вопрос евангелетана 1 глава 30 стих все есть о котором я сказал за мною идет муж который стал впереди меня потому что он был прежде меня толкование верстом указывает его и объявляет незнающим говоря сей есть тот о котором я свидетельствовал перед парисеями что он первенствует предо мною то есть превосходит меня достоинством и честью он муж всякой души и жених церкви ибо апостол павел говорит я обручил вас чтоб представить единому мужу именно христу 2 коринфянам 11 глава 2 стих так и предтеча говорит я только друг женихов и посредник а муж идет за мною я привлекаю души к вере во христа а он есть муж которые соединиться с ними вопросы мир вам это роман роликов вот то что иоанн креститель говорит вот такими словами когда вот я сам тоже читал я не понимал то есть а для иудеев это было понятно его слова или тоже они доходили до них с трудом при каким-то толковании вот как мы сейчас читаем толкование у них такие были какие-то толкования кто-то им кто-то им растолковывал слова иоанна крестителя или не растолковывали как я удивляюсь это роман проликов такой недеятельный а тут такие вопросы подкидывает как раз роман что личность иоанна крестителя наиболее спорная была почему его признавали даже за порока илию господь говорит илья пришел и поступили как хотели с ним так же в пустыне живет так же пострадал от женщины не понимали они не знали мы как раз слышим что обьяне крестители они не знали поэтому пришли и спрашивают ты ли тот пророк тот там стоит артикль определенно как у немцев дэр неопределенно айн в греческом языке это там какая-то буква как о с хвостом с придыханием вот и поэтому вопрос правильный но они не знали а почему они не знали не знали потому что не учили вот сегодня православные самые необразованные самые непонятные самые тупые как архимандрит экономцев ян сказал я говорю а почему дальше то не досказывают вы их такими сделали вот это то надо сказать вы ни одна душа у адвентиста седьмого дня не получит такое клеймо что тупые не знают они знают вот наши пошли к ним адвентисты седьмого дня асд и он говорит братья сестры вот как написано и бабки сидят по 70 с лишним лет и вот так только библия шелестит они перебирают все до одной из библии сидят у нас ни одного нету ни одного может на всю страну я уж не говорю об аптистах тем более близкие уже к православным и поэтому что то можно конечно узнать но узнать все как у святых отцов это только в православной вере сектанты они путаются неправильно толкуют но стараются есть вещи которые толковать не надо они знают Христос умер за нас даровал жизнь вечную это лично мой спаситель умер за меня не просто за мир а за меня это Иоанн Златоуст говорит усваивать надо баптистов за это упрекают личный спаситель так именно так и надо они правильно поступают правильно говорят и поэтому вопрос один не знали их не учили ты во грехах родился и ты ли нас учишь невежды в законе вот как они слепому отвечали и тоже сказать а почему они невежды потому что мы не учили ты попробуй так называемые свидетели Иегова это свидетель правильно сторожевой башни они Библию то откинули свою книгу написали и говорят всемирный новый перевод но они то как ее изучают он наизусть знает поэтому им нигде нельзя за грань заходить ни с кем не беседуйте то есть они еще более тупые чем мы а у нас помешались на шестерках на разные глупости то есть столы наполнены отвратительной блевотиной Исайя 5.20 считай что боитесь этого слова Библия говорит а почему все что не услышит кто не придумает там славики разные зачем тебе это для этого Бог поставил начальствующих и показывает никакой роли нет вот я сейчас подставлю руки ноги на лбу ну рисуй 666 ну смыл пошел и все это ничего не значит совершенно это только его знак знак его когда он придет а его и нету ну от страха человек потерял направление и вот поэтому нас просят наше поколение жили люди а что это за люди были ну определяют по слоям земли слой срезают там бывает камень там медный век такой а у нас стеклянный век где ни копни везде разбитые бутылки вот даже за нами люди придут и будут копать и будут удивляться скажут а что это за эра такая была толстым слоем стекло а они понимали что делать не понимали правители понимают что сегодня события разворачиваются к Иерусалиму все подтягивается не понимают они вообще не понимают а вот войска с севера двинутся к Иерусалиму и там погибнут и семь лет семь месяцев будут только кости собирать вот это да не знают Христа люди не знают самое то главное это Христа Христа евангельского меньше всего знают православные вот ответ правильный вопрос отошел еще вопрос евангелие от Ивана 1 глава 31 34 я не знал его но для того пришел крестить в воде чтобы он явлен был Израилю и свидетельствовал Иоанн говоря я видел духа сходящего с неба как голубя и пребывающего на нем я не знал его но пославший меня крестить в воде сказал мне на кого увидишь духа сходящего и пребывающего тот есть крестящий духом святым и я видел и засвидетельствовал что сей есть сын божий толкование так как предтеча был родственник господу ибо ангел говорит о деве вот или совета родственница твоя начала луки 1 36 то что бы кто не подумал что предтеча благоприятствует господу и дает о нем такое высокое свидетельство по родству с ним он он часто говорит я саш пришел 31 стих пришел крестить в воде чтобы он явлен был израиль чтобы все могли прийти к вере в него и он был явлен народу для того я крещу ибо когда я крещу народ стекается народ собирается то и я объявлю ему о христе проповеди моей и сам он будучи на виду является присутствующим ибо если бы люди не приходили для крещения как бы Иоанн явил им господа не стал же быть бы он ходить по домам и водя за руку Христа указывать на него всяко посему и говорит а для того пришел крестить в воде чтобы он явлен был мною людям приходящим для крещения отсюда же узнаем что чудеса приписываемые Христу в отрочестве ложны и сложены теми кои хотели осмеять таинство ибо если бы они были истины то как не знали бы господа совершавшего он ее в крайней мере не естественно чтобы о таком чудотворце не было бы всюду разглашено ибо прежде крещения господь ни чудес не творил не пользовался известным я говорит и не знал его но отец открыл мне его крещение он спросит иной если Иоанн не знал его как же евангелист Матфей говорит что он удерживал его и говорил мне надо креститься от тебя на сие можно ответить и то что слова не знал его нужно понимать так что задолго вперед и до крещения Иоанн не знал его но тогда во время крещения узнал его или можно иначе отвечать хотя Иоанн знал об Иисусе что он Христос но что он будет крестить Духом Святым сие тогда узнал когда увидел Духа сходящего и так словами я не знал его Иоанн дает разуметь что он хотя не знал что он будет крестить Духом Святым но знал что он превосходнее многих почему зная наверное что он больше всех Иоанн по словам евангелиста Матфея удерживал его но когда не шел Дух то он еще яснее узнал что его и прочим проповедовал о нем а Дух явился всем присутствующим а не только Аниану только почему же скажет иной не уверовали потому что неразумное сердце их омрачилось так что они видя его и чудо действующим не уверовали некоторые же говорят что Духа не все видели а только благоговейнейшие хотя Дух не шел и чувственно но ему прилично явиться не всем а достойным так как и пророки например Даниил и Духи хотя многое видели но видя однако же никто другое не видел того и я видел и засвидетельствовал что все есть Сын Божий где же Иоанн свидетельствовал об Иисусе что он есть Сын Божий этого нигде не написано а агентцем он называет а Сыном Божием нигде отсюда естественно предполагать что и очень многое другое оставлено апостолами без записи ибо не все записано вопрос Евангелие от Иоанна 1 глава 35 37 на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его и увидев идущего Иисуса сказал вот агнец Божий услышавши от него сии слова оба ученика пошли за Иисусом толкование по причине легкомыслия слушателей Иоанн принужден повторять одно и то же чтобы по крайней мере непрерывным свидетельством произвести что-нибудь и не обманулся но привел двух учеников ко Христу будучи истинным невестоводителем он делает все для того чтобы природу человеческую привез к ее жениху посему и Христос как жених молчит а все возглашает посредник и Господь как жених приходит к народу на браках обыкновенно не невеста приходит к жениху но жених к невесте хотя бы он был и царский сын так и Господь желая у невести себе природу нашу сам сошел к ней на землю и когда брак совершился взял ее с собою когда вознесся дом оса своего вопроса Евангелие от Иоанна 1 глава 38-39 Иисус же обратившись и увидев их идущих говорите что вам надобно они сказали ему рови что значит учитель где живешь говорит им пойдите и увидите они пошли и увидели где он живет и пробовали у него день тот было около десятого часа толкование евангелист Матфей рассказав о крещении Господа тот час возводит его на гору для искупления а настоящий евангелист опустив сказанное Матфеем повествует по сошествии Господа с горы и так ученики Иоанновы следуют за Христом и идут к нему после того как он сошел с горы и вынес искушение никому не нужно вступать в название учителя прежде чем он зайдет на высоту добродетели ибо ибо сие означает горою видит всякое искушение и будет иметь знак торжества над искусением вероятно они стыдились и боялись Иисуса после свидетельства Иоаннова что он выше человека а ты прошу тебя подивись их благоразумию они не только пошли вслед за Иисусом но и называют его Рави что значит учители при том тогда когда еще ничего не слышали от него впрочем желая чему-нибудь научиться от него наедине они спрашивают его где живешь ибо в тишине удобнее говорить и слышать Господь не сказывает им признаков дома но говорит пойдите и увидите поступает так для того чтобы еще более привлечь их последованию а вместе и обнаружить силы их желания в том случае если они не затрудняться дорогой а если бы они пошли за Иисусом холодным то они решились бы идти до дому таким образом согласить таким образом согласить то что Христос здесь представляется имеющим дом а в другом месте говорится что Сын человеческий не имеет где голову преклонить каким образом согласить это одно другому не противоречит ибо когда говорит что не имеет где голову преклонить говорит не то чтобы не имел решительно никакого предсталища но что не имел собственного и так если он жил и в доме то жил не в своем доме но в чужом евангелист замечает о времени что было около десятого часа не без цели но для того чтобы и учителей и учеников научить не откладывать своего дела до другого времени учитель не должен откладывать и говорить сегодня поздно научишься завтра а ученик должен всякое время признавать годным для учения и не откладывать слушание до завтра и то узнаем что ученики так были умерены и трезвы что употребляли на слушание такое время которое другие проводят в успокоении тела будучи обременены яствами и став неспособны к занятию важным делом истинные ученики иоанна постника спросите истые ученики иоанна постника приметь пожалуй то что иисус обращается к идущим за ним и показывает им свое лицо ибо если не пойдешь след за иисусом своей доброю деятельность то не постигнешь созерцание лица господь то есть не постигнешь просвещение божественным знанием ибо свет есть дом христов как сказано обитает в неприступном свете 1 Тимофеев 6 16 и как просветиться знанием тот кто не очистил себя и не идет путем очищения вопросы сейчас прошел можно задавать любые вопросы миров братья это роман фроликов известно сколько было миллионов евреев во время вот событий которые мы сейчас читаем и неизвестно неизвестно потому что вот русская эмиграция даже оказалась за рубежом сейчас одни говорят столько другие столько ну где-то колеблется от 3 до 8 миллионов но тоже большая разница а кто подсчет вел никто выход из плена был примерно 3 миллиона так считают почему там счет был от 20 до 50 лет ну а в какой процент учитывая что многоженство было примерно можно подсчитать а в это время никто не знает вот римская империя была когда павел пропадал 120 миллионов эта цифра сохраняется все то есть 120 миллионов это только евреев давайте еще пообщем один стих в римской империи сказал Игнатий Тихонович да в римской империи только евреев 120 миллионов или других тоже всех я поняла а а всей римской империи да да Евангелие Атеана 1 глава 43-45 так вопросы вопросы а вот вы сейчас сказали Игнатий Тихонович 120 миллионов это только евреев или других тоже народов да у евреев больше 15 миллионов никогда не было вся римская империя до Индии Испания Великобритания тогда Англия была вот все что только захватили римляне вот полное столько было говорят сколько же они миллионом замучили христиан примерно 475 тысяч то есть эти данные сохранились вот вот когда говорится а вот столько-то там талант золота а что талант означает а у него две меры отеческая мера у них была 26 там 4 десятых а другая мера считала 44 так это в два раза больше да а дальше Давид захватил там у царя корону и надел на голову да что он надел на голову 44 килограмма это мешок полный мешок муки ну вот нельзя сказать вот сказать рубль а сколько рублей ну чтобы за килограмм хлеба ну возьмите вот лет 15-20 назад то было мы все миллионерами были деньги то какие были поэтому никак нельзя определить совершенно да это никакой роли к спасению к нашему не относится но некоторые цифры известны вот говорят 475 тысяч до императора Константина столько погибло пытали а при советской то власти сколько было но даже по приблизительным подсчетам профессора кораблина солженицын говорит 66 миллионов а со всеми вместе славянскими народами 110 миллионов ну даже возьмем даже не 110 а ровно 100 66 миллионов так небо то говорит небо то русское сколько там людей велика вера была невелика но он умирал поэтому тут уже черту подводил господь веру исповедую житье святых говорит его ведут арестовали а он близ императора был Георгий Победоносец он говорит а я верю да кака же ты сражался сражались ну и в конце концов его арестовали и повели на казнь я примеру говорю цифры там конкретно указаны 70 человек он им свидетельствует они все обращаются в приказаниях казнить всех 70 эти свидетельства это обращается 440 поэтому приказы пришли казнить только начальствующих а ниже не трогать ниже полковника никого не трогать видишь примерно мы где-то из разных житей там мина мина это имя его такое там такие чудеса были у него руки ноги отрубили бросили в огонь ноги сгорели обгорели там кости одни а на утро встал ноги на месте живые целые да кто же в это поверит то у Яна Дамаскина руку отсекли и дали так там как кольцо осталось красный рубец на руке а это совсем ноги сгорели ну ты веришь не веришь а других то житей нигде нету а что бог силен так он из ничего создал бог а тут хоть молекулы были поэтому у нас вопросы должны касаться только того что касается спасения души сколько мне надо что берущих никого не надо ты один ты ответишь сам за себя есть хорошее выражение такое люди так много знают голова как земной шар а сердце как песчинка надо наоборот чтобы было посмотрите Шерлок Холмса Конана Дойле это как он говорит что длама к дедуктивным способом методом он говорит зачем мне все остальное знать мне надо знать как поймать преступника для нас самое важное как спасти душу а для этого много не надо знать я и Христос он возлюбил меня и мы должны возлюбить ответно как он возлюбил нас когда мы были еще грешниками все практически ничего не надо дальше все понятно иди жертву милостыню иди проповедуй благовествуй а все остальное нужно для обращения кого-то оно не настолько важно что без этого не спасешься разбойник практически то ничего и не сделал только засвидетельствовал что Иисус несправедливо страдает а мы с тобой справедливо это покаяние ныне будешь со мной в раю первый за мировую историю вошел в рай после Адама поэтому нужно себя укорачивать как Ян Затаут говорит научитесь не задавать вопросы то есть многие вопросы они нам не нужны совсем вот все Игнат Тихонович можно вопрос давай по статистике тут упомянули русско-зарубежную церковь есть ли вообще какая статистика вот когда союз распался и вот постсоветское время есть ли статистика что кто-то бы вернулся бы с той эмиграции обратно или они или они же все там остались в эмиграции в раз в один день это Путин недавно наступал и говорит 25 миллионов остались вне Родины 25 миллионов а кто вернулся это единицы возвращались люди есть такие есть но это очень мало я даже по фамилиям знаю баптисты есть приезжали домой помирать вот и весь ответ но это тоже нам ничего не дает но факт то что мало а почему когда 13 глава 14 стих исаи говорит каждый побежит своему народу вот это по писанию я хотел спросить Женя правда нет тебе тут совета совет давали поедешь нет потерявку покупать да мне этот роман малыш написал я не знаю может он еще кому-то писал но мне сообщение за него кто-то это или он а то под его именем он нет он написал у меня его скайп есть и он мне написал но я ему ничего не отвечал ну понятно а я выставил а я выставил в группу ваши разговоры здесь вот вы с Натальей усатая тут беседуете там анастасия когда я это в события дня беру потому что ваши разговоры полезны вы очевидцы для нас это исключительно ценно вот говорить о ливийцах арабский изучать прекрасно и поэтому написать могут все но вы живые свидетели поэтому я ваши скопирую вы говорите когда и выставляю каждый день Игнат Тихонович просматривал да иногда события дня просматривал когда есть возможность так что я заметил да что со скайпа туда да да вы очень важные свидетели все там и где на иврите говорить где арабский изучать а мы когда там не были не знаем просто это знаешь о чем молиться так все на этом еще я вот хотел это все думал вот видеоролик смотрел вот ваш вот тут присутствует как Рустам да ну что на одинок так это все я ему хочу сказать если слышать чтобы ну не отчаивался потому что это все такое ну друзья так вот прямо сразу они не упадут с головы вот это найти не так просто я даже когда там было в этом ну там в этих протестантских общинах я в разные ходил разные видел где-то было больше молодежи где-то меньше где-то чуть ли не одни бабушки и там ну общинность намного сильнее чем в православии там люди и вот этими общинами они сильно держатся и тоже у меня бывало я приходил смотрю молодежи нет и я так отчаивался шел искать что-то другое потом приходил в другое место вроде молодежь есть но какая-то она не такая так что это все такое надо господа молите господь даст а первое то конечно я думаю что надо искать общение с богом он должен стать и другом Христос нам то есть мы должны с ним искать общение в молитве а господь поддаст а потом мы не просто как бы праздные дружбы такой сказать давай там просто сидеть на как-то есть такое выражение ляса точить это я как-то католиком попал здесь на этот самый, на мессу. Они там для русскоязычных сделали. И там даже какие-то православные, которые там вроде в православии разочаровались. И к ним туда. А у них же там все так это, что хочу, то и ворочу. А потом они вроде как бы после мессы, там у них месса короткий час, общаются. Ну я говорю, о чем вы это общаетесь-то? Что вот вы со священником? А он говорит, да, говорит, мы так лясы точим, там прям так выразился. Ну я говорю, ну то есть у Городца Библии ничего нету, так мы смеемся и это все, такие шуточки отпускаем. Так что вот. И молодежи там, кстати, много было, где-то 50 человек и все молодые, пожилых людей вообще не было. Вот. Ну а духовного ничего. Так что это все надо искать, конечно, общение с Господом. А Господь приложит. А вот Библия говорит, что апостол Павел, когда пошел в Аравию. А там доктор Мартенсен толкует, а в речи это двух годах он был. Вот я когда обратился, я вообще-то молодежи не очень, больше бабушек любил. А тут никого, где нет, в новый город переехал. И никого нет, маленькая комната не топлю. Я так сделал, как столик и столько занимался. Если бы кто-то был знакомый, даже вот на одну минуту мне нельзя было никуда оторваться. Столько успел законспектировать. И Златоуста, и всех поэтов перебрал по новой. А что говорит? Тогда, когда я вышел, то уже было, что сказать. Это совершенно правильный у вас подход. Надо так вот, Господа, найти вот таких друзей, чтобы на благовестие с таким другом можно было сходить. Или так. А не так просто праздного собеседника. Сейчас я найду и давай мы с тобой час будем забалтывать друг друга. Чтобы вот так, благовестие, так, а не так. Он как эти свидетели, это сторожа башни. Нет, тут даже нас в Израиле орудуют. Приходили ко мне пару раз. По двое прямо ходят. Я уже во многих здесь городах встречал. И в Иерусалиме встречал. Во многих городах. Вот где я был, я встречал свидетелей сторожа башни. Они прямо по двое ходят, прямо по улице. Ну все. Вот, они вот двое. У них общее дело. Они идут. Так и мы должны. Только у нас не разносить эту материалы сторожа башни, а словом Божьим делиться и вот, людей к православной церкви привлекать. Вот так. Так, еще вопросы. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, Анастасия. Вопрос такой. Если человек ушел из церкви и ушел к критикам, и там они ему что-то даже читали, какое-то отрицание. Ну вы, наверное, поняли, к кому ушел этот человек, где отрицание читает. Беспоповцы. Ну да. Он может вернуться. Вообще, вы не знаете, что ему там могли читать, от чего отрицался он? Ну, в первую очередь, отрекается от того, что после реформы Никона было принято. Это у них, как вот сейчас для мусульман отдельные молитвы есть, что ты отрекаешься, и всю ересь их заблуждения проклинаешь. И также от юдеев отречение есть. И также вот он отрекается фактически от всех, что Серафим Саровский не святой, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Вринчанина, Феопан Затворник, то есть всех, которые после Никоновской реформы с 17 века. И дальше он ничего не знает. Ничего они дать не могут. Но из них очень бывает ревностно. Это как вот Савл. Примерно вот так. Он может обратиться. Главное, у них стержень есть, это страх Божий. Мы-то из этой среды... Ну, здесь-то нет никакого страха. Это точно. Ну, а раз страха нет, еще там и не будет. Там вообще не за что держаться. Главное, авторитет Священного Писания. Авторитет. Нет авторитета этого точно. У меня никто... Вот я почему ссылаюсь? Ну, опыт свой. Павел неоднократно говорит, как обратился, и с Фестом было. Я точно так же. С детства искал. По одному слову. Мне никто ничего не сказал. Дали Новый Завет, сами в другой комнате обедают. Когда они зашли полчаса, я уже готов и прошусь помолиться. Мне никто не говорил, что Слово Божие это... Вся внутренность моя содрогнулась от радости. Наконец-то! Нашел! Нашел, нашел! Это Бог говорит. Для меня как трудный глаз с неба. Я не буквы вижу, а слышу. Не физическими ушами. И 55 лет уже прошло. Потому что искали сами этого. Я искал. Внутренне я искал. Спрашивал. И везде по книжкам выбирал по одной фразе. И вдруг все божественное. Вся Нагорная проповедь, она для меня как взрыв какой дала. Вот это... Господь нам говорит, стучите и откроется. Да. Вот и вам и открылся. Ну, в общем, ничего страшного. Они там и не начитали этому человеку, думаете, да? Раз вы знаете, что они читают. Я не знаю, что они сейчас считают. Без поповцев. У них столько предсказулек разных. Они вместо причастия обязательно, чтобы скорлупа от яйца была, и почерпнуть где-то воды, естественно, это и дать ему. Ну, то есть, вот такое все. Это я знаю. Все понятно. Еще может вернуться, если разумеется. Да, держись священство, держись церковь православная. Ничего ты больше не найдешь. Святые отцы все сказали, изучают. Мы считаем сейчас вот по нашему изданию. Тут более полное, даже трудно создать что-то. С откровением прошли. Один раз утвердился. Зачем тебе по помойкам лазить? А то я 20-30 лет где-то не могу никак пристать. Что тут? 30 минут, и ты уже должен определиться. Если ты избран, тебе Бог сразу на сердце положит. Сердце раскроется. И уголь, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул. Вот и все. Ну, будем надеяться, что вернется еще этот человек. Молиться надо? Молиться можно, да. Но сначала установить авторитет священного писания. С бептособством я так говорил. Давайте ваши книги. Ну, одни книги толстые, там такие. Начинаем там. Иерей глаголит. Вот это центральные слова. А кто такой Иерей? Это священник. Священник. Мы дальше начинаем. А где они? А нету. С какого времени? А теперь я ему показываю. Иерей, священники, при счастье будет до судного дня. Все творите в мое воспоминание, доколе он приедет. Ну, дальше уже идет легко. То есть я работал с ним, у меня навык есть. Вот были особенно ревностные и ПХ. Истинно православные христиане, они подпольщики. Они не паспорта не получали, вот как и ННН сегодня там. Ну, такие люди. Ну, мне Бог просто не мое это, Бог дал. Я беседовал с одним, он обратился. А его узнали там из Тамбова. Скорее послали выручать двоих. Эти сразу обратились. А там осталось где-то, не знаю, еще около 27 человек там. Ну, и к ним тогда. И все 32 человека обратились. А они там были, монашество принимали. Я с ними пошел. Тогда была епископия, архиепископ просто был в Новосибирске. Их всех утвердили в этом звании. И потом одна из них, Шишкина Раиса, стала настоятельностью монастыря. В патриархии и все. Дети пошли в школу. Они получили паспорта. То есть они вышли. Это вот такой редкий момент, где наши интересы церковные совпали с государственными. Да ко мне на работу защистили из местного КГБ. Да мы поможем. Да давайте там вот в Красноярском крае, в тайге люди живут. И мы вас забросим туда, так сказать, поможем. А вы там бы их как-то вытащите. Впитнить надо было. А я говорю, вы меня дорогой-то спихнете вниз головой, в отвал-то где-то. Да вы что? Ну, я посмеялся. Нет, конечно. Если нужно будет, Господь меня возьмет за волосы, как аввакуумы. И надо львиным рвом поставить. Да, в Красноярском крае они так там и живут. Да. Вот Варва Агафья-то, Лыкова-то, она никак не принимала. Священства-то нету, а теперь она приняла. Приняла, да? Так говорят, что она приняла священство старобряческое. Она поповского полка. Да. А до этого были беспоповцы, у них не было священства. Ну вот так, вопросы? Если православие и истина для всех людей на шаре, значит, что должны все вот эти люди, которые находятся разными религиями, должны стать православными, если это истина? Ну, надо самому быть православным, не темным, чтобы ты знал, что отвечать каждому. Писание так научает. И поэтому ты должен просить у Бога мудрости. А то память их ропшить многие, памяти нету. Ну, повторение, мать, учение. Запиши на бумажке. Я много этим пользовался. Сейчас Володя пишет, там, Никита, и на картонке. А сверху еще и заклеит, обклеит там лейкопластырь какой-то, что там, скотчем. И, ну, и вот стоишь где-то на остановке или едешь. Я на велосипеде еду, раз, посмотрел, и ставлю себе задачу. Каждый день не меньше там пяти мест писания запомнить. Пять и три, 15. За месяц я 150 мест писания уже знаю. 150. А теперь умножь еще на три месяца. Ну, если память-то есть, почти 500. Это уже, это очень много. Это стих один, а он стих, предложение целое бывает, а еще больше. То есть все время надо учиться на память, не надеяться. Мир вам. Игнать Тихонович и братья. Вот я вот заметил, что действительно бывает такое, что люди и в чате пишут, и на ютубе комментарии, непонятно кто и откуда взялись. И вот случайно и заходят как-то сами. Вот. Есть такое вот как бы мнение у меня сложилось, что бывает даже, возможно, это и не только как роботы там, программы какие-то, но и реальные бесы. Вот. Вот у меня такое впечатление сложилось, что может же такое быть? Может быть. Вот тут одна зашла, там Инга, и говорит, что Манкуртовна, ну ты заряди, посмотри, кто такой Манкурт. Это безумные люди, которых такими сделали, мозги вышибли им. Там шапочка приросла к волосам-то. И она Манкуртовна называется. Тут один к нам начал ходить и сразу туда полез к ней. Зачем к ней лезть-то? Это зомби, как говорят. Совершенно нет. Она что попало, говорит, у нее заряжено. И когда вот в интернете бывает, кто хочет работать и выходя из дома, получать каждый день там 70 или 80, сколько, 100 долларов. А это именно так. Им заряжают, и они сквернят, и везде засылают, и заходят, новые пароли берут. Ну, его запечатать, и все. Ну, запечатай. На меня один напал, там какой-то как профессор Китая. А на самом деле, может, через забором живет. Только запечатай в черный список, он опять. Я тогда сказали, где поискать. Я посмотрел, а у него открыто 50 страниц. Одна закрывается, а у другой. Я там все запечатал. Он, видимо, помыкался, он ничего так и не понял. И больше он ко мне не лез. Что-то разговаривает. Говорит, за хвост да в яму. Разговаривать никогда не надо, не отвечать. Я вот в комментарии никогда не встреваю. Зачем? В ролике все сказано. Начинает лезть где-то. Да просто перечеркнул его, и все. Щелчок один, его нету. Ему труднее открывать новые каналы. Еще вопросы есть? Игнат Тихонович, а вот личность такая, Лев Толстой, писатель, он вообще кем был? Он вроде как бы жида, он не в церкви был, да, он как бы? Или с кем он вообще был? Никем он не был. Он просто ум свой поставил превыше всего. Он не верил в Бога, как в личность, которому можно молиться. Новый Завет он совершенно не признавал, кроме Нагорной проповеди. Ветхий Завет вообще высмеивал. Беспорочное зачатие Девы Марии абсолютно не принимал. То есть его даже с большой натяжкой можно еретиком назвать. Он архиеретик. Вот все и кончилось ничем, и все развеялось. Уму дал свое. Но нашел где-то подтверждение. Сейчас я могу не точно сказать, какой-то Льюис переводил на французский язык. А он же французский знал. И он берет только его одного. Ни Блаженов и Филакта, ни Иеронима, ни Кронштадтского, никого. Но Ян Кронштадтский его громил вообще. В каждой проповеди почти. Ну, а потом, когда Анапе методов дали, говорят, не было. Да ну, было, как не было. Куприн об этом пишет. Ну, и с чем кончилось? Внезапно заболел и умер. А остальное все рассыпалось. Советская-то власть их тоже, толстовцев-то, подбирала. Хоть Ленин-то и сказал о нем, какая глыба, какое человещище. А последователи-то его точно так же изничтожали. Ну, есть хорошие рассказы, я их начитывал. Хорошие. Просто он брал и в художественной обработке подавал жития. Талантливый был очень. Возьмите, вот я просто пропагандирую одну книгу его. Она не такая большая. Фильм поставленный. Крессера Соната. Это лучшее, что он создал. Взаимоотношения мужа и жены. Вот у которой там развелись или кто-то. Я советую. Лев Николаевич Толстой. Крессера Соната. И фильм такой же есть. Там Олег Кенковский, кажется, играет главную роль. Ой, сильно. Ну, в книге-то там больше написано. Вот именно как, какое отношение. И эпиграфы все взяты из Библии. И что интересно, в советское время мы брали и эпиграф из Библии. Места писания. Вот роман «Воскресенье» тоже эпиграфы взяты из Библии. Это находка была. Ну, вот в чем-то и он полезный оказывался. А душе своей бесполезный. Вот так. Это я лично мое мнение говорю. Другому скажут, что там у него найдешь. Ну, твое мнение. Я вот всю жизнь нахожу где-то и у кого-то что-то. Услышал там, мулак какой-то сказал хороший. Я повторяю эти слова. И мама там где-то конфуции сказал. Хорошо, я конфуции беру. Мне нравится так. Самая неприятная личность для меня Ульянов. Но из его произведения я кое-что беру. У него есть дельные вещи. Мне особенно нравится, говорит, наша радость от трудовых успехов. Здорово. Поэтому мне еще взять зубы скалить, если ты не милости не даешь, не молишься. Плачьте и рыдайте. Я вот нашел полезное, что вы тут беседуете. Ты видел, сколько я их беру, какие полосы обрабатываю, ошибки убираю, предварительные цифры все сметаю, а дальше вы беседуете. Меня тоже начинают судить. Какая-то мудрость, говорят. Вот они так говорят. А я вижу другое. Это говорят очевидцы. И я рад, что они пришли к нам. И они делятся своим опытом. Когда нам-то толчки не дадут, а он рискует. Не так сказал, то можешь и получить. Вот поэтому. Вот у меня табу. Я никогда не говорю, не произношу слово Аллах, Коран и Мухаммад. Никогда, нигде. Особенно беседу с мусульманами. Меня не послал Господь опровергать. А написано проповедуйте Евангелие. Но сейчас ссылается, говорит, как вы там в доме у мулы беседуем. Я беру место Писания и беседую. И как они принимают? А он, вера моя такая. Мы люди Писания, как они говорят. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Конечно. Давай, Рахиль. Мне сейчас сообщение пришло, что у меня подруга раком легких заболела. Она мусульманка. Как я за нее могу молиться? Можешь. Она живая. А она курила или с табаком баловалась? Нет. Вообще не курила никогда. А где? Может, работала на вредном производстве где-то? Поваром. Он всю жизнь поваром. Ну, вот, может быть, как-то там всякие испарения и прочее. Но дело-то не в этом. Молись. Молись и говори, Господи, если может, дай ей здравие. И если я согрешаю в молитве, прости меня. В данном случае я неопределенность. Но я об одном прошу. Не пройди мимо, откройся ей. Чтобы она, примирившись с тобой и со Спасителем, спасла душу свою. Вот так ты можешь помолиться о ней. Спасибо, Христиан. А как ее звать? Розия. А так по-нашему Роза назовут. Да. Ну вот, хорошо. Да помилует Господь. Да дарует покаяние. Вот видишь, я уже помолился. Она, может быть, сама не курила, а, может, рядом кто-то курил. Она как пассивный курильщик был. Да, да, правильно говоришь, Надежда, правильно. Поэтому это называется невольные курильщики. Вдыхает отраву. А эти отравители, они за это ответят. Плюс еще, прошу прощения, и плюс еще канцероген, вот это испарение, масло, они же на масле растительном жарят, а когда она до 100 градусов нагревается, она превращается в канцероген. И вот она это все вдыхала всю свою жизнь. Вот результат. Я знаю, когда на масле растительном жарят, это рак кишечника и желудка. А что легкие, это, значит, может быть, запахи только. А на каком жарить можно, Игнатий Тихонович? Не на каком. На каком масле? Не на каком. Пожарь, а потом сними, и масло тогда налей, когда с огня снимешь. Помашь, налей, пусть хоть в масле плавает. А оно не поддается чем. Я не знаю, как это, ну, такие какие-то сегодня обрабатывают они там, потому что семечки, же кожура, и будто там большой струей какие-то бензопрены идут. И оно все равно как-то остается. Ну, вот это соя, модифицированная там где-то. Я никогда не ел из сои ничего, но первый раз только дали, я понюхал и говорю, смертью пахнет. На меня напали, говорю, да какой смерть, это мясо. А сейчас везде все про это говорят. Смертью пахнет. Почему? Потому что ненормально. Сейчас кукуруза выращивают, какая? Было 14 центнеров с гектара кукурузы, 15, 24, сейчас довели 100 центнеров с гектара. Початок по полметра почти. Почему? А и потом разные цвета. Красное, зеленое, желтое там на одном площадке такие вот есть. Говорят, вредно. Вот. Ну, конечно, нужно, говорит, заставить, а лыщу есть. Ну, а если можно, то обойтись без этого. Пожалей сам себя. Вот у нас масло, я с кем знакомый, никто не жарит. Нет. Никак. У меня тут знакомая одна бабушка, и она очень добрая, и вот дома у меня уехала, все, я один остался. И она решила сготовить, принесла что-то, я не еще, и вижу там блестки масла, я поел. Как меня начало крутить, я не знал, я думал, меня вывернет до конца. Я ей тогда поехал, и говорю, ты что, Анна Кузьминишин? Я не еще. А на чем ты делала? Она, оказывается, купила свиные ушки. Свинья. Я не знал, даже не знал, сам организм у меня забунтовал. А оно вкусно, конечно, хорошо изготовлено. Все. А вот организм внутренне передалось на внешнее. Вот так. Мир вам. Игнатий Тихонович, братья, а может быть блажение думать, что это все, как вот апостол говорит, если даже что смертельное выпьем, нам не повредит. То есть, чем думать, что вот это мне повредит, и это мне повредит, и то повредит, и десятое, и все мне вредит. А Юстина Философа знаешь, слышал такого? Не помню. Юстина Философа, это очень известный человек, канонизированный, ему дали и отравили. А Касмайд и Миян, та же история, они сами были врачи, им дали состав, отравили их. Это неопределенно, что вот выпьешь яд, и тебе не повредит. Совсем не так. Больше всего она в духовном плане. А если ты знаешь, что это отрава, нельзя, а мне не повредит, зачем искушаешь Бога? Бросься вниз, понесут ангелы, написано, не искушай Господа Бога твоего. Я тебе сказал, сказал. Я в армии был, прочитал газету одну, за рубежом она называлась. И дорога, посыпанная белым порошком к смерти. А еще о сахаре речь идет. Самая беззубая нация на земле, это шотландцы. 94 килограмма сахара в год. На каждую душу. А из чего ее делают? Ты если знаешь, на сахарном заводе, посмотри. Там на улице под открытым небом, бывает только закрывают чуть, целые бурты извести. Без извести они ничего не могут сделать. А ее дальше отмыть-то никак. Свекла. А там известь. И поэтому сахар там в вареньях, маленько как-то перебродит все-таки. А чтобы так сахар, у нас тут сахар, соль на столе никогда не бывает. Никогда. А как яйца. Ничего, так и съешь, как есть. Если есть рассол какой-то, можешь пимнуть. А так нет. Картошка. Картошку солят на столе, чтобы солонка стояла. Это я не допускаю. Наши правила. Один раз я это услышал и сразу принял. 55 лет и уже я тысячи людей научил этому, чтобы ничего не жарили. Притом я кого знал, которые любили пирожки жарить, почти все умерли от рака желудка. Вот некоторые днем ложатся спать. Раз, на бок. После голова болит, кружится голова, а потом начинает давление в глазах и начинает слепнуть. У меня рядом тут такой человек. Я же тебе говорил, не ложиться-то. Ну вот. А теперь еще на инвалидность. Я каждый день долблю и долблю. Не ложись днем. Где-то на кресле так вот сядь, голову откинь, если тяжело-то. Ну и подремри маленько, там минут 15-20. Что ты расхолаживаешься? Написано, бегите, чтобы получить. Я ничего не требую. Я просто говорю тебе. Чуть-чуть затеял, сразу дай. Игнат Тихонович. А вставать нужно обязательно до восхода солнца, да? Вот я заметил, когда вставать, просыпаться, нужно обязательно до восхода солнца. Да. Предваряю рассвет и взываю, на слово твое уповаю. Предваряю, то есть предварительно. Поэтому мы всегда вставим, всегда, где бы мы ни были, 4-40. 4-40. Зимой это вообще до рассвета у нас часа еще 4 есть. Ну а летом-то где-то рядом уже здесь. 4-40. А ложись, а кто когда хочет. Всегда свои силы рассчитай. А почему? Я не могу объяснить. Я только потом узнал. Это на молитве я узнал. На молитве у меня получилось 4-40. Почему не 5? Почему не в 4? Не знаю. И вдруг мать Тетереза, она в 4-40. А там были тысячи монахинь. Потом еще нахожу 4-40. То есть я это не выдумал. Это на практике люди знают. И поэтому, ну зачем я буду противиться? А уже вот меня арестовали, когда я в тюрьме. Там у меня получалось 4. Подъем общий в 6, а у меня подъем в 4. В 4. И потом никто не будет. Лампочки горят все время. И как кто подойдет и толкнет. Так охранники в коридоре говорят, вот сейчас вот лег он. Вот лег. Вот смотрите, лежит, спит даже за всю ночь. Ну я ложусь-то поздно. И днем никогда не ложился. Вот так. Раз в 4 часа. Тишина полная. Я уже на ногах. По часам сверять можно было. Почему? Я молился об этом, чтобы ангел Господень будил меня. И я немало не сомневаюсь, что меня будил ангел Господень. Ровно минута в минуту. Вот еще такой вопрос, Игнат Тихонович. Я как-то прочитал статью Феофана Затворника. Он был вообще против стареобрядцев и против ихнего. Ну и он там их вот эти все толки называет. Говорит, вот они раскололись, вот как бы у них нет единства между собою. И он был против ихнего священства. Говорит, вы не верьте, у них нет никакого священства. Говорит, пусть вам голову, говорит, не туманит. Он говорит, кто, говорит, какие у них священники. В основном, говорит, к ним переходят те, кого или только запретили. То есть его запретили, ему деваться некуда. И он начинает бегать, куда бы ему примкнуться. И вот они принимают таких, понабрали вот таких себе епископов, а потом от этих епископов священники у них такие стали. Я понял, это беглопоповцы, беглопоповцы. Сказать можно будет, это не так. Они 180 лет искали. Алипий, Павел, монахи пошли и по всему миру. И наконец нашли на покое митрополит Амвросий. Амвросий, грек. И он рукоположил их, два епископа. Никто ниоткуда не бегал, ничего. Это не они, говорят. Это Белокринитская иерархия на Рогожском кладбище. Но так как они вначале организованы были в Астрии, их называли австрийцами. Я это очень хорошо знаю. И их патриархия признает. Тогда, может быть, они не были известны. Это все скрыто было. Тем более Феофан Затворник когда был. 1860-70-е годы. Ну и он не знал. Патриархия признает законно. Не так, что кто-то где-то как-то. Они самых достойных из себя и сегодня ставят. Вот сейчас ставят которых. А он там в детстве крещеный был. А уж после этого там и сблудился. И все. У них таких никогда не поставят. Если он в детстве крещен был, а потом где-то впал в блуд, даже каялся, молился, плакал, его уже не поставят. Я говорю, а почему он так поет хорошо? Да не сохранил себя. Ответ один. Не сохранил себя. А у православных-то их называют никоньянами. Там вообще этого ничего нет. На блуднице, на артистке женился. То есть все правила нарушаются. А они это держатся. Так у них община настоящая. У них непроходной двор. Каждый знает, где, когда поклониться. Вот я показываю этого отца Кирилла Сахарова. Вот у нас на Берсеневке. Около храма Христа Спасителя. У него община настоящая. Они остаются люди сразу. У них тут обед. Дальше они учат всему. То есть у него община. Непроходной. Проходной никто никого не знает. А он всех знает. Ну и при том, кто раскольники-то? Колоколит-то колун, говорит. Топор, а не щурка. Раскольник-то никон. Верили 700 лет, и вдруг все не так. Никон. Это мы раскольники-то. А старые, блядцы, какие они раскольники-то? Они держатся так, как князь Владимир крестил. Ну, что тут придумывают-то? Совсем ничего нету. А они раскольники. Раскольники. Нельзя так. Вот все. Ну, вот этот вот, получается, митрополит Корнилия, он как бы, это законные, да, вот эти старые, блядцы? Законные. Самые законные. А вот еще от этого патриарха Александра, это законные вот еще в Москве? Законные. Законные. Они там отдельно, там, Поздеев был, Никола, он рукоположил, епископ. Это в начале, ну, до 26-й год это, что ли. Вот. Один из них, Андрей Марченко, к нам приезжал, хороший батюшка, так много всего знает. Но между собой из Белокреницкой они не ладят. И вот тут приезжал к нему друг его из Белокреницкой-то, из этим, который их называет Новозыпковской. И вместе молились. Так его под запрет взяли. Отца Андрея-то этого, Новозыпковского. А там все, книги одинаковые, с одной буквой И пишут все. Это не годится тоже никуда. Все одинаковое. Зачем разделяться? Вот теперь объединитесь вместе. Надо быть вместе. У них все одинаковое. У нас здесь в Израиле от этого патриарха Александра есть епископ у него тут свой. Законный законный. Он его рукоположил, да, епископ. Они даже его там, есть даже история в интернете. Я, если где-то найду, потом скину. У него не было доказательств полного погружения. Он говорил, я крещеную. И его пришлось снова, они его крестили там где-то в Греции. Не хотели вообще его к себе убрать. Не верили в его крещение. У него не было доказательств прямого, что он крещен в полное погружение. Ну, не знаю как. И, ну, он старенький уже здесь. Он, получается, англоязычный. Он откуда-то там с Англии приехал в Израиль. Всю жизнь тут прожил. Где-то ему 85, где-то лет так 84. Он уже так. У него уже ничего нету. Было ли, не знаю. Но его, вот он числится на сайте. Вот я заходил к патриарху Александру. У него есть сайт, как они там называются. Ихния, как бы, стареобрядческая церковь. Ну, вот он там числится в числе епископов. Но у него ничего нету. А его, значит, здесь один епископ от Пашковского, его к себе. Он уже старый. Ну, куда монах? Что я с ним? Он старый. Ну, они долго дружат еще, уже где-то 20 лет. Ну, он его к себе, его так, ну, как бы, его так, под свое, как бы, это попечение. Ну, как бы, ему старости надо как-то свою уже заканчивать. Он говорит, агафан делал, когда приехал, даже в глаза мне не посмотрел. А он это не принимает вообще стареобрядцев никак. Я даже, ну, это самое, недавно читал у него там в интернете, кто-то у него священников перешел к этому, к стареобрядцам. Так он прямо запретил там указ, все, под запрет. Какие стареобрядцы? Ну, он не принимает совершенно их. Если священство, это законно. А без священства, которое их называют раскольниками, там много, и больше 50 названий. Там дырники, голубежники, поющие, нетовщина глухая. Ну, эти, да. Им нужно говорить о Боге, чтобы они приняли, направлять, конечно, лучше всего стареобрядческие храмы. А то он не признает. Ну, не признает, это его дело не признает. Они законные. Законные. Сейчас стареобрядчество, вот, недавно я видел полностью вся форма. Алфеев, митрополит, это правая рука патриарха Кирилла. И там отец Кирилл, этот, с Берсеневки Сахаров. И они служили всю службу по-стареобрядческе. А тот, где бы ни ездил отец Кирилл, он совершил где-то больше 300 литургий, проехал-то и везде по-стареобрядческе. Но это не единоверцы, прямо патриархийный, прямо патриархийный. И вот это, я считаю, самое правильное. Самое правильное, щадящий режим. И люди приходят, и там у них все, и лестовки, и одеяния, и молитвы, и книги. Все стареобрядческое. Но никуда не уходят из церкви. Видишь как. Ну, я лично свое мнение говорю. Я знаю, стареобрядцев у них самое почитаемое. Это Максим Исповедник. Это уже дальше Пиафа этот. Ну и дальше они, там кто у них еще? Григорий. Кто там вышел-то? У стареобрядцев. Григорий. Да нет. Ну, первое, это, Федор Студит. Вот. Ну, они все, еретики, 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 они их очень посчитают. Поэтому они везде. У стареобрядцев главное проповедь. Ты еретик, переходи к нам. Все, больше ничего нету. А недавно, главное-недавно, ну, где-то год назад, я случайно узнал от одного человека, они стареобрядцы курс в интернете открыли. Никогда такого не было, этого митропорита Корнилия. Ну, основа православной веры, прям так вот тоже так, вот такая группа не по скайпу, а другая программа по интернету. Там, ну, где-то вмещается, ну, много, больше где-то 300 человек может вместиться. Вот так вот. Это все слушают, тоже могут вопросы задавать. Аудитория где-то 300 человек набралась, но потом начали уходить, уходить потихонечку. Где-то курс шел 3-4 месяца. Ну, конечно, я много там чего там вот. Но мне вот, что понравилось у них, священники там у них выступали, их прям было видно, а вот они у себя прямо из дома вот так вот, как вы сидите тоже, вот так вот вещали вот. Ну, вот бороды их не понравились. Они вообще, видно, что бороды совершенно нетронутые, прям вообще не грамма. Ну, один даже там этот какой-то стареобрядцы задал вопрос, ну, вроде что бороду сбрить хочет, а там-то у них нельзя, без бороды ходить хочет. А он прямо так ругать его так сильно начал. Ну, ты что это самое, тебе чего-то? Ну, я подумал, московская патриархия-то сразу, да? Чего сбрить-то? Можешь так ходить. Ну, вот понравились, конечно, их бороды. Какие вот у них там одеяния, вот многие там, вот я посмотрел, вот, потом вот этих людей ВКонтакте, вот в сетях, как они одеваются, вот, там где-то они в России живут. Ну, конечно, включали каждую эту самую, каждый раз у них вот перед занятиями-то Святая Русь какая-то песня, и каждый... Я говорю, ну, хоть песню какую-то другую включите, хоть что у вас, кроме Святой Руси, ничего нет, не знаю, ну, включите что-то другое, песню, подберем, ну, так и не подобрали. Ну, вот так вот, интересный вот такой курс был, вот, понравилось мне, взял хорошие моменты у них. Ну, священники, конечно, мне понравились, более даже, более, мне они более понравились, чем патриархийные, более, они какие-то другие, вот, ну, мне не как даже пригляделись, вот, вот так вот. Я послал книги свои, подарил митрополиту Корнилию, и он прям на бланке, мне пришло письмо. Я так много, много, говорит, нашел для себя нового, интересного и полезного. И он прислал книгу, книга вышла, «Сто проповедей митрополита Корнилия». Он попросил меня посмотреть, какие-то замечания сделать, ну, я думаю, примет, не примет, ладно, я ему скажу. Я говорю, у вас голова от стиха, запятой там или как-то отходит, надо только двоеточие. Второе. Вы обращаетесь к братьям и сестрам, такого обращения нету. Нету. Ни в ветхом, ни в новом, знаете, только братья. И когда говорят братья, муж и жена, говорят, сотворил их, это в одном теле. К женщине нельзя обращаться, еще что-то там. И он мне еще письмо прислал и говорит, ой, я это все учту. Ну, я тут наши отношения испортил сам. У меня сестра тут живет в деревне-то, и им охота к нам приходить. Но они запретили во время богослужения к нам приходить-то. Ну, я возьми-то и скажи, я говорю, владыка, вот наш никуда переходить не надо, они так старобрядцами будут. Ну, сидят дома там или придут на богослужение, родные, близкие. Он говорит, никак нельзя. Тут мы не сойдемся, потому что вы считаете безразлично, троеперсиям или двоеперсиям. Но я знаю, что равноспасительное. Так Сергей Радонежский молился, так Серафим Саровский. Еще нам это ни под каким видом уже, и больше мы не переписывались. То есть я сам виноват, что... Ну, они попросили сами меня попросить, и, может, он разрешит, это сестра с мужем. Ну, я возьми-то и напиши, и все, наша связь прекратилась. Я ничего другого больше не говорил. Не переходить ничего не надо, только чтобы быть на богослужении. Тем более богослужение ведет родной брат. Ну, все, наверное, на сегодня. Давайте прощаться. Это вот Лёвский, это... Вот Аниумакин, профессор, тоже есть в интернете. Он говорил, это закисление организма, это соды лечить. Ну, там нужно найти в интернете, посмотреть, что там пишут про это. Так, расстаемся, все. С Богом. У меня уже метастазы. А, вопрос еще. Все, вот... Продолжение следует...